так добрый вечер спасибо что пришли кто не в курсе зубку александр как я себе говорю самый джазовый фотограф украины это не значит что самый лучший джазовый фотограф это значит что самый джазовый лучше всех снимают джаз по объемам сам по качеству 2 тут есть представители вот масс-медиа 17 лет 5 лет телевидения новости 3 года пресса как с измин 9 год не 10 уже лет как собственно фотокорреспондент профессионал почему джаз и все остальное ну так в общем так получилось 2003 году попала в руки цифровая камера комедия 30 30 этот кадр сделан и отчего собственно я говорю что по большому счету не очень важно чем вы фотографируете потому что ну сейчас я по-другому воспринимаю этот кадр но он дорог как один из первых которые как-то получились и к чему-то с подвигом две вещи я хочу если там несколько целей донести до вас первое это то что если вам что-то нравится и вы этим занимаетесь системно она у вас в конце концов получится я это покажу на примере фотографий джазовый фотографии в данном случае относится к чему угодно потому что мы всем же успехом я бы наверное занялся микроэлектроникой который обучался если бы союз не развалился и производство делалось бы я наверное там был точно тем же но так пришлось переквалифицировать почему я говорю что у вас получится у кого угодно но здесь уже собрались не дураки раз пришли все остальное у меня я не являюсь примером каких-то безумных дароманий у меня есть одна черта первое главное тоже какое-то параноидальное желание выяснить причину происходящего второе я это делаю настолько системно то есть вот продукт сегодня прислали буквально ровно десяти лет ну плюс минус и с другой стороны это не обязательно что у вас займет такое длительное время потому что есть у нас коллеги которые например становились очень крутыми корреспондентами буквально за два года я в этом смысле не знаю или исключение или наоборот я статистика но в общем у вас получится если вы будете делать там есть еще один секрет но он сам всплыл сейчас в процессе по-моему это как раз 2003 год аркадий шуклопер человек с волтовыми сейчас тут можно много раз практиковать вернись на начало это собственно пример того как для меня фотография в первую очередь документ я попал надо понимать в репортаж ну не потому что я стал репортером потому что да попал я стал репортером потому что именно это мое это сделано совершенно простой камерой 3 миллиона она тогда была передавая этого человека давно не кто-то будет же замену если кто не знает в эзер репорт ну это в общем одна один из не то что столбов джаза но реальных звезд концерт тогда не получился но получился его портрет это был и по-моему его единственный визит в украину в общем это уже сработает этот кадр не сработает второй вопрос он сработал он пошел на оформление одному из дисков который сдает джаза и я считаю такой достаточно успешный портрет снова о художественных качествах речь пойдет по попу честно говоря о том что я подходил к этому делу как репортажным бэкспейс пожалуйста игорь игорь я просил бэкспейс нажим бэкспейс не действует игорь вернись пожалуйста на замену за ним следующий кадр дважды нажми мышкой вот так тот же пример мейнер фербисон человек которого не меньшего калибра пошел очень предыдущий вообще это снято на пленку отсканировано оригиналы бог его знает где у меня оригиналы отпечатаны на бумаге тоже единственный визит наверное единственный концерт в большом зале по крайней мере его неделю не могу вспомнить который я снимал со вспышкой вот присутствующий гостинисаренко расскажет как он снимал концерта на пленку без вспышки потому что я не знаю спасибо меня не выгнали есть свои претензии но снова я его зафиксировал может когда-то сработает и важный момент это было в те времена когда мы почти никаких событий в жазовых стране были концерты еще в динамо по-моему они уже были это и заменул и фергюсон если ничего не путаю это делал эрик айгмер это отдельная история отдельное явление в истории украины культурно-экономической это эрик айгмер у него все нормально он в одессе его можно найти кому надо но он один из тех кто собственно снова поднимал джаз в этой стране бэкспейс нажмем бэкспейс 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 это разные клавиши а да нужна и нужна цель в представлении нажми пожалуйста теперь контрол и английское у них он да аркадий шилхолдер макар новиков семнадцатый седьмого года по изобразительной части то что одна из задач двумерного изображения которое неизбежно является фотографии передать примерно с пространства это пример хорош тем что по двум причинам она удается следующий объект более светлый и он еще и меньше с другой стороны сколько успешно что я его перерезал вот этой вот трубой которая называется альпийский рог ну спорно потому что как один человек сказал ну и зачем вы его разведали но есть момент есть по моему музыка фестиваль есть их будет много фестиваль есть один из долгожителей кирский фестиваль компактный интересный кто такой аркадий шилхолдер еще увидит игорь спейсбар еще пример я уже всех не помню так сергей вишняк слева валерий колесников справа закрой пожалуйста не отвлекай игоря человека с трубой который валерий колесников уже тоже год нет изумительный крикол трубачий из донецка мы еще встречались по моему дважды или единожды кроме того что трубач он еще играл он еще и дел ну как это делали со менталистами и визита вообще по моему больше не не встречал вот за эти 10 лет часть нашей истории я считаю обоих и хорошо что они попали в кадр в пленочные времена это было бы еще больше например игорь закус по моему даже не знаю получил с него выпустить или нет он собирал ударников знаковых ударников украины они сказали швирста я помню они сказали крестивиста крестивист в одной из съемки у меня оказался швирста это спросите у кого-то специалистов это отдельная легендарная личность если он был ударником потом он ушел в монастырь и находясь в монастыре втихаря слушал плеера поймаете не знаю не знаю вот ну вот она вот зафиксированная история людей кто-то слева я его давно не виду а вы который справа спейсбарк снова благодарности я знаю кто-то игорь я как-нибудь закрой да бог с ним виктор бэй возрожденные концерты серии erics family снова эрик здесь в смысле изображения гитаристов легко снимать гитаристов контрабасистов снимать очень легко сугубо технически у них всегда есть вот такая вот восходящая диагональ что такое диагональ это треугольник который устойчивый это одновременно динамика которая там есть то есть ну в общем поймал такую достаточно вменяемую работу и получилось но это если формальный подход один наш присутствующий общий знакомый Женя Савилов с которым мы проработали не один год и до сих пор корешу он как-то еще провожал меня на съемку криками ты там смотри, потому что диагональки диагональки ловить вот я на тот момент прочитал все какую смог дотянуться литературу по фотографии и смешные были эти рекомендации в спину кроме того что диагональки здесь еще поймано его состояние ну в общем тут видно кто такой сам по себе Виктор Белли? больше он в Украине не был он был два или три раза всего да, он еще был потом в СУЗИ там не получилось отдельный вопрос который будет всплывать когда оно получается, когда не получается то есть приходит тот же человек или даже боли его не было ну вот там сложилось, а там нет в Экспельс? ээээээ спейсбак ну, алексей куган это тоже отдельное явление в... моей жизни в жизни многих присутствующих в жизни Украины я считаю что ты удалось поймать фестиваль Харьков Зак Джаст Фест нажми пожалуйста контрол который будет и вот он не частый случай когда он слушает фотографии передать этого не может и вот я подхожу неизбежно к тому что надо что-то делать больше чем изображение потому как он конечно сделал из джаза профессию я из джаза профессию сделать не могу ну я правда уже не ужин скинуть и как водится это постоянная балансировка на грани фола потому что если государство поддерживает музыку она поддержит классическую попса сама себя проформит как и рок с джазом непонятно что он в это дело погружен оно ему как-то возвращает но возвращает ему еще и массу нервов сейчас образовалось такое странное очень интересное явление как джазом киев это больше чем один фестиваль это парабисинская группа это отдельный концерт это концерты по средам тема с вариациями проходящие здесь люди которые вот собрались вместе внезапно один из немногих случаев когда джаз стал явлением которое само себя подпитывает они заработают не только за счет джаза там есть ивент есть какие-то развлекательные мероприятия и в итоге это получиться не только донорская система а еще существующие спейсбар пожалуйста тот же самый фестиваль фарккзад джаз вот теперь контрол да 3 марта 2008 года ронко автор один из величайших контрабасистов не только живущих но наверное всех которые джазе на самом деле я этим кадром не очень здоровый но и отвязаться от него не могу то по мне как-то мало самого контрабаса слишком высвечена голова может это надо запечатывать или было поймать другой цвет но вот по-моему какое-то состояние и не типичный для контрабасистов компоновка потому что ну вот когда контрабас есть тогда та самая диагональ ну из деталей вот выхвачены губа это не мое наблюдение так сложилось отдельная история была как собрали в квартире трона картера их везли из разных частей мира четырьмя разными самолетами поэтому не было до конца уверенности что не соберутся в одной точке получилось это было три часа ночи зала вообще категорически не приспособлены для концертов и масса людей банально уехала но те которые дождались получили я понимаю что у них это для них это или не было сильно понятно возможно зародиться в полисах еще тот случай они время тренировать когда я не очень понимаю что происходит потому что непростая музыка я чувствую что она вот цепляет но что не происходит я понять не могу жми на спецбарк один из самых любимых кадров тот же участник этого же квартета орланда моралес нам тогда их дали снимать первые две пьесы когда истекала по моему 14 минута общего выступления а вторая еще не заканчивалась уже как-то мне было неудобно что мы там мечемся и на затворы потому что он очень вот этот стрек от камер мах это харьков харьков очень фотографический город масса любителей под сцены с короткими маленькими объективами вот так что мешали мы и зря поймал его поймал чем он еще я вот фотографии передать нельзя он по моему музыку не играл как-то очень грамотно производил шум то есть он у него значит медные листы были он ими как-то перегибал он их гладил ракушки там как положено даже хихикал как-то очень в тело но это было вот оно было цельное и и она не отпускала я отснялся и я сел и пытался вот как-то включиться что же там происходит ну видимо он меня зацепил тоже возможно какие-то вещи я бы делал иначе если бы это была постановочная фотография но вот она сыграла второй аспект я очень редко что-то делаю в чем ну если есть свет мне к настоящему хлук не трудно чем отказываться когда она есть то есть ничего я сам не замечал один из аспектов как этого работа над собой у меня почти год был занятий с художницей по композиции тем образом что мы я выберу какие-то лучшие фотографии она мне потом объяснила что так что не так или заходили заходить заходи а потом закрывай причем ну я вам всем же заходи там есть места всем желаю таких учителей потому что но я понимаю что я беру лучшие фотографии и при всем при этом она начала заменить собой будет здорово и рассказывала почему это здорово вот она обратила внимание на то что вот здесь оказывается я не видел этого никогда снимали даже вот этот вот фиолетовый цвет на этом треугольник то есть там детали этот блик на глазу кроме того что она художница причем она закончила нашу художественную академию она еще и женщина поэтому массу деталей которых мужчины как правда не замечают она хватала на раз в том числе особенно цветовые потому что ну где-то мужчины где оттенок несколько слов по в принципе композите всему остальному для меня игорь нажми спейсбар а то картинка погасла важной книжкой игорь спейсбар я попросил нажми после всех дотов прочитанных на меня оказало влияние александр лапин фотография как то что я потом понял и в процессе чтения и позже он приложил он приложил теорию живописи которая была разработана еще в 19 веке фотографии и это подруга художница алена к сожалению не доехала я бы вам ее предложил использование делал то же самое вот там убери мышку игорь пожалуйста с экраном распределение тональных и цветовых масс те же линии золотое сечение сами читайте теории не буду долго чем этот этот кадр мне очень дорог во-первых слой случайности прошу такого работы репортера я 13 лет в деловых изданиях я до сих пор там фактически состоял фрилансером нужно было оформить историю об дорогом алкоголе я не знаю в нормальных странах как это организовано автор макет стал по идее должен был какими-то контактами обладать у него их не было два человека из джазын киев евгений самсонов и алексей харламов на тот момент были управляющими ресторана пикассо мандарин глаза рестораны есть они до сих пор они там давно не управляющие какое-то время там даже шатт-квартира лаженки я позвонил не помню кого из них говорю ребята пустите пожалуйста алкоголь поснимать или приходи и надо же ровно в этот же вечер у них вот играл коллектив я помню что это была алиса здоровецкая это ее пока правильная барышня звено вот максим владельский кто знает вот это отражается парень шипет как можно сделать не надо игорь пожалуйста не надо а флейты как я понимаю владимир возникновского возникновского я уже не помню но вот по флейте фон и на ударный стопроцентно валерий это вот как комплект эта фотография пошла в материал по журналу она конечно не была главной это вообще не высылочная фотография и подавал на конкурс джазом кив конечно она не прошла она мне не даже вот рассматривать приятно в ней здесь два по крайней мере ну нет на моментах даже больше пример журнал и второй человек который ну вот он не прямо можно сказать меня поддерживал в моих музыкальных работах был редактор журнала эксперт и униматив вот он всем и слава богу в эксперте все его годы засчитывания была культурная страничка и все что я приносил по музыке там были новости когда я в этом участвовал когда это были развернутые материалы тут же за джаз фест при изучении он всегда был в восторге от моих фотографий вот что у вас были такие не просто зрители еще сотрудники он правда меня с другой стороны очень критиковал и справедливо например по художественным съемкам каких-нибудь выставок экспозиции и что тоже пошло мне напрюхи вот он показал и сказал да но я тебе покажу другой мне показывает значит лежит саксофон кадр сверху изогнутый где-то там в каком-то изгибов судя по всему стакану там с виски или скотчем лёгать теперь выбрал это но твой лучший ну за главный там вообще неважно какой там чек виски наливает без головы я когда его я вообще не помню как этот кадр сделать выше есть я трезвый был алисой было не я я я что-то снимал они выбрали поставили первый момент прихожу к своему лечащему психопатологоанатому спрашиваю я этого кадра не помню он улыбается ну конечно потому что до сих пор вы снимали расу а здесь эмоцию вот это вот вы объяснили игорь нажми что нибудь да спасибо чувствительные части же это отдельная история моей чувствительной эмоциональной там прилегающей части которые сильно в процессе работы с этим самым специалистом по глубинной психологии потихоньку оживают следующий момент который был ведь сейчас проходит существовав ультрамарения была выставка в чернигове я эту фотографию размещал большим форматом во-первых я по новой переобработал я снимаю все в равах об этом тоже будет отдельная история для последующей обработки это такой изумительный материал а каждой новой версии фотошопа такие возможности дают попробовать потом я распечатаю распечатано это вот одеваешь очки так есть у меня очки потом покажу сейчас посмотрел еще ближе действительно здесь не так заметно вот эти вот кланиши они становятся улыбкой этого бокала совершенно размытый глотецкий там еще есть такая штука шарпинг то есть программное усиление резкости очень рекомендую при печати но иногда дозированно там нужно было другой шарпинг сделать какой надо еще один совсем по-другому этот кадр работает не один этот кадр работает в серии нажми бэкспейс посмотрим что там дальше да у репортажника совершенно стоит практическая задача со съемки нужно принести хорошие кадры не гениальные гениальные как идеально хотя бы хорошие потому что если ты будешь приносить там через съемки гениальные тебя уволят если ты будешь приносить каждую съемку хорошую будешь работать дальше из тех же задач которые приходится решать фото репортеру они должны быть разные вертикальные горизонтальные крупные там поясной общее несколько людей в одном кадре как там был шелкопер забыл уже с кем это с одной стороны напрягает ну зачем когда там нету кадра с другой стороны это же иммобилизует видишь ты кадр не видишь будь бизнес сделать первое время какое-то это работает хорошо потом это начинает утомлять вернемся по этому кадру это как раз когда я готовил выставку в чернигове которая закончилась полтора недели назад я его я не знал о существовании этого кадра я как-то проходил архивы там есть у меня отобранное лучше то есть как я съемка и просматриваю все это время не отнимает на самом деле уйма как работают агентские я наблюдал они открывают смотрят превьюшки какую-то самое интересное хватает им важна скорость я же получаю удовольствие правда это удовольствие из-за него можно мало спать или вообще не спать я его отобрал в итоге я его потом нашел но нажми control и 2009 год ну валерий щерица беларус заслуженный артист беларуси по изображению по тому формальному подходу которую меня еще до сих пор так иначе проходит вот он фактически треугольник по которому ходит взгляд по трубе два пятна третий пятно мое любимое на самом деле не очень устойчивая композиция поскольку треугольник опёрт на угол есть динамика треугольника что-то замкнутое я всю жизнь ищу гармонию по возможности красоту иногда нахожу периметрами пальцев вот это лучше всего вот треугольник из пальца маленький горожон поехали поехали спейсбар пожалуйста нетипичный для меня человек без инструмента для меня это снова подход совершенно репортажный я фиксирую факт который должен моя задача не принести что-то красивое а рассказать о том что происходит с годами правда все больше проступают игорь с горского как фамилия валерий фамилия имя контролы нажми вячеслав горский девятый год фестиваль единиц их нет что для меня типично перед вот готовим последние две выставки они же первые две персональные выставки вы увидите много кадров в которых у меня во-первых заявлен источник света во-вторых темный фон я читаю и дам объяснение этому делу как я объясняю я являюсь последователем классической советской киношколы которые утверждают что все источники света в кадре должны повторять естественный свет то есть есть источник света один он один если есть второй нужно его заявить когда лежат в бликах там дальше здесь свет отсюда вот это вот пятно и намекает что это и есть тот самый источник света от которого получается такой эффект с другой стороны мой уже упоминавшийся лечащий психопатолога разбирая ряд фотографий перед выставкой зачем вот это вот так раз ну так источник света это источник послаждения он говорит оно же спорит с лицом это же по сути второе лицо они даже понятны всем ближе зачем зачем отвлекает ну каждый остался при своем лице жми спайсбар пожалуйста вот одна из моих попыток искать что-то другое нажми контроль да андрей прозоров бывший наш совместно в дуэте с вадимом несиловским 44 они там были дважды какой-то из этих случаев они играли программу на основу на темы песен советского кино и песен грубый кино то есть виктор освоения вообще феноменально не похожи на источник на исходник отчасти это передает то состояние которое мне было там но вообще не типичный для меня кадр потому что как правило у меня фокус на лице на глазах как на самом главном главном оказывается инструменты руки то что в первую очередь делает далеко живущий в абстердаме друга аркадемитник у него есть серия только руки джазовых музыкантов кто может книги выпускать и много выступает насколько удачно я не могу сказать потому что ну вот если бы не было этого микрофона наверно было бы лучше но он был с другой стороны этот вот свет который лёг и который есть гарантированно ненатурально то есть это противоречит тому что делал но поскольку мы здесь находимся в этом явлении мы знаем что свет особенно ночные вот здесь вот старт стоп спасибо у Игоря Закуса была задача это было три года назад выпустить календарь джазовый он тогда плотно сотрудничал с компанией темпор из этого ничего не получилось по моему я вообще был единственный кто в это дело оказался естественно был январь месяц мало того что был январь это был самый холодный день той зимы но Дима пошел навстречу более того тогда бас-полагня как раз собирался оправдавать поэтому был радость то есть посинение еще не наступило холодно было страшно и пальцы реально пригрызали это какая минута съемки была мы грелись у него в машину мы грелись правильно грелись не то что вы подумаете потому что он был за рулем я не очень доволен фон он мог бы быть более нейтральный но это прежде всего как попытка образ и та самая любимая диагональ черт не побери еще и восходящая потому что слева направо это как правило движение если линия идет слева направо это как правило остановка здесь она по восходящей это все таки хотя и вверх на движение что-то получилось но во всяком случае хотя бы попытка спейсбар пожалуйста поле не отвлекали Игоря вот еще один пример и даже по ракурсу похоже на город сделано источник света темный фон ну если микрофон был меньше было бы наверно лучше микрофон был именно такой лаура мартинец концерты в лапше тоже отдельный кусок истории потому что те самые регулярные концерты по средам которые шли с начала этого тысячелетия они из динамо люкс перекочевали в алькаконы там у меня кадры ну есть но показывать нечего потом они оказались в лапше а что было раньше арена или лапша из арены ни одного кадра здесь нет да они были в арене потом оказались в лапше картинка уже знакомая вот он заявлен в точек света вот он свет вот он темный фон вот это может быть надо было бы ответ поскольку мы спорят это лекарство может надо оставить ну конечно спасибо я и навсегда находится был там момент когда она девочки внезапно произошел качественный переход она как нормальная там ученица студентка у наверно раз росла развивалась а потом хлоп и очень здорово здорово стало петь подошел спрашиваю почему спасибо что заметил послушала таню марию таню марию будет дальше жми спин парк еще один кадр из расчетований которых я не подозревал январь двенадцатого года нажми контроль или ты помнишь вообще и скейт фокус в том что я ведь кроме того что джаз снимаю я еще стараюсь о нем довести мир ну как то если у тебя есть поделись остальными особенно когда тебе это ничего не стоит я в общем таким образом оплачиваю свое присутствие на многих событиях потому что ребята вы потом получаете репортаж в газете в журнале в информагентстве и тот случай когда быстренько быстренько отснимался подснялся раскидал лучшие самый лучший сел себе конечно и что наступает это следующие события я его тоже обновил когда готовился вот к черниговской выставке посмотрел ты это я сделал на самом деле поход формально потому что я уже показывал крупно общее это все ясно если вы делаете статью в журнал не в газете лишь в газете идет один кадр журнал так правило если это рассказ о фестивале или каком-то событии кадров ну хотя бы три ну два один из них за главный заставочный вот это головное решение универсальное это так называемый general view или какой-то общий план в случае концертов как правило это подняться на этаж на два выше на балкон балкон второго яруса балкон третьего яруса фестиваль за джаз фест харкев за джаз фест который был там я вообще такой кадр сделал на 3 9 том же этом родмир экспо центр я дождался когда людей было больше всего он изобразительный не интересен совершенно но то весь масса людей на местах и там есть ну да у него пошел более того на всю страничку приятно было это пример изначально формального моего формализированного формального подхода формализированного мышления потому что внизу снялись первые двери первые три можно было снимать как всегда ребята дальше зачехляетесь но это все остальные зачехляетесь я же по сути штатный фотограф для зон киев организатора концерта поэтому зубко снимай только к сцене не подходи того гарантия весь жертвы в моем расположении чем что особенно приятно вот было два агентских то есть сотрудник ассоциатив пресс ефрем лукацкий большой любитель джаза и большой любитель джаза сотрудник а со всей силы франц прайс сергей супинский в принципе единственный раз когда я смог вытащить нашего концерта и говорят вы сворачиваетесь а не сворачиваетесь то что музыку вы можете снимать ну они что они они рады они могут послушать я вначале подумал в принципе на его месте мог бы быть кто угодно другу то есть чем формализован чашу опять из художественного когда предметы в кадре предметы в кадре напоминают как художница научила какой-нибудь геометрический объект вот она дуга она приятно сама по себе она узнается радиус этой дуги сходятся в этой точке собственно в изобразительном центре мало того он сидит в центре есть модное явление последних несколько лет это когда говорится о том что сюжетно важная часть должна находиться в пересечении золотого сечения что такое золотое сечение это когда стороны или в третях источник пересечения размещали вот это самый формализованный поход который может быть потому что золотое сечение может быть еще по спирали почти забыли о том что центр тоже является этим самым геометрическим то есть еще и красная полоса вот это вот это вот этот перпендикуляр вот стой мой любимый устойчивый кадр красный опертый чаша уже в нем то есть такая разумная неустойчивость все понятно почти симметрично он зажал в сигаре один аспект то есть кто кроме макферина по большому счету мог быть на самом деле как я понимаю на сегодня только макферин потому что один человек оркестр выставит мониторы кто кроме него но есть еще там мультивокалисты правильно но рядом с ним ставит никого технически по-моему даже сальвадели был у нас такой по моему у него по-другому они тоже стояли потому что по сцене касался все остальное а дальше начинает работать непосредственно вот это вот его неповторимая мимика его погруженность он не очень в общем изумительно его 70 с чем-то лет и это все считается в общем приятная находка здесь нет достаточно старой техники Игорь спейсбарк это в общем то скорее не иллюстрация того что жаз бывает и таким то есть оно не очень удачно потому как ну вот видите у них руки сошлись рука как будто продолжение гитары в общем не очень не гитара это банджо но я ничего другого такого не видел на минуточку это шведы горячие шведские парни и девчонки вот от кого мы не знаем Серейка да Карлин Хэмили более того один из них является директором Клоунского музея там в Швеции что они еще вытворяли это жонглирование разными предметами это чечетка степ это дети на сцене один из кадров собственно с этой барышней победил на фотоконкурсе джазом киев где значит ребенок обнимал эту тетку запах джаз бывает такой очень редко музыкально ну пожалуй не очень интересно музыкально но как представление но совершенно фига Игорь Я Вот Тоже надо бы рассказывать поскольку это история это Эл Фостер Хмммммм Слава богу по-моему до сих пор живен Ну так нужно нажал Не, я к тому чтобы ты в кадры вернулся Окей. Один из живых классиков барбанщиков. По-моему, он в Украине был один раз, и это он был проездом в Коктебе. В концерт здесь был. Оль, ты когда делаешь... Нет, ты снимай, ты когда делаешь кадры, и все пугает, что он прекратил видеозапись. Не, снимай, снимай, снимай. Только есть бесшумный режим. Ну ладно. Если вы когда-нибудь видели ударников, что его отличает, потом мне, ребята, рассказывали, старая схема установок, у него две громадные тарелки висят, по крайней мере, от него. Я это обыгрывал. Я потом его через неделю и через твис снимал в Виннице. Там не получилось, тут получилось. Вот каким образом? И снова я это нашел, вот когда уже централизован. Чем хороши выставки? И конкурсы отчасти. Вы запускаете руки и погружаете эти собственные архивы. Там можно найти много интересного. В частности, вот это. И третье, я снова по новой обработал. Ну, не так, как бы я бы это сделал раньше. У меня масса, при всем при том, что уже упоминающийся Женица Вилов потратил немало сил и тумаков на то, чтобы меня научить печатной подготовке, когда я работал в газете. Там была цветовая подготовка. Но там был какой-то алгоритм, который нужно было соблюдать. Я, в общем-то, это выстроил. Когда я стал обрабатывать сам для себя, я в такие вещи уходил. То есть у меня как-то там уберился, получался кадр, но мне было важно, чтобы, значит, и в тенях была видна вся деталировка. Сейчас я на это смотрю, думаю, боже, какой ужас. Да бог с ней с деталировкой, пусть будет там чуть-чуть контрастного. Изображение впечатляет сильно. Ну, здесь оно и не получится, поскольку темного немного, тут много золота. И надо сказать, что, по-моему, эти вот самые тарелки перекликаются с цветом его кода. То есть вот эти вот круги, раз, два, вот этот круг, еще один. И спасибо за то, что он разгенит из жутких обоев в мастер-свальсе. Он говорит, не соленка, а прямо не соленка. Жми Spacebar. Контрол-И, пожалуйста. Элли Дежибри, участник квартета, того же Элла Фостера. Ой, это вот ровно через неделю или через год, через неделю, меньше, после предыдущего концерта. Мой любимый джанровый фестиваль в Венюссе. Ну, о нем очень много можно говорить. Самый долгий из до сих пор существующих. С изумительным звуком. С интересной подборкой артистов. Потому что они редко бывают какими-то мега-звездами, но они всегда интересны. Даже если догоганем попсать хора Турецкого. Хор Турецкого я первый раз услышал там и сказал, что я больше на него никогда не пойду. Спасибо, что я один раз его услышал. Кстати, хор Турецкого рассказывают, в начале карьеры был совершенно изумительным явлением. Музыкально, вокально, юмором не был. Сейчас я тут такой давно шоу-бизнес. Конкретно этот кадр, в принципе, тоже из тех, которые для меня открытыми. Я его нашел в этой его семье. Один саксофон, второй саксофон. Если бы я был постановщиком, я бы, наверное, лучше не сделал. Ну, так совпало. Насколько читается конкретно этот музыкант и его личность, у меня вопрос к самому себе. То есть его индивидуальность здесь теряется за всем остальным антуражем. Красиво. Вот, черт побои, да, Александр Сергеевич. Ну, насколько здесь конкретно? Спейс-пейс-пайс-пайс. Саша, ты принципиально ничего не ретушируешь на кадрах? Вот на предыдущем кадре там была маленькая светлая полоска по краю кадра справа. Которая очень сильно... Игорь, спейс-пайс, пожалуйста. Да, вопросы разрешены и поощряются вообще. Если у Игоря стали шоколадки, я вручу. Бэкспейс. Бэкспейс еще не работает. Стрелку пускает. Не работает. Нет, нет, не там и трогает стрелку. И контроль через контроль не работает. Сейчас, погоди, не выглядели, шестеринбар не работает. Вот он. Нет? Нет, где? Сейчас, поверну. Нет, да. Не, да. Ф-11. О! Вашей не шаг. Справится на джинбар. Два момента. Во-первых, я себя считаю именно все-таки репортером и фото-журналистом. Поэтому я в изображении стараюсь вмешиваться до каких-то пределов. Запечатать, притемнить, да, или высветлить наоборот. Но ретушировать или, там, не дай бог, этот стамп, как оно называется, это противоречит идеологии отображения и действительности. Потому что если там светлее и темнее, в конце концов, ведь каким образом мы оцениваем изображение? Почти всегда глаз совершает несколько движений по картинке. В общем, даже не одно, несколько. И складывает картинку общую. Почему никогда никакой техники с ним не сравниться? Мы складываем фактически несколько изображений. И каким-то образом усредняем. Почему мы можем увидеть какие-то детали в самых глубоких тенях и, как правило, детали в тех же самых цветах? Потому что мы, наш зрачок меняется. Мы делаем эти движения. Мы видим панораму, мы видим что-то глубоко узконаправленное, потому что светачивается внимание. Камера этого никогда не может. Поэтому HDR может быть до разумных пределов, когда это все-таки не противоречит нашему впечатлению. Но предел каждый раз носит и отставляет где может. Ну и вторая причина, я очень люблю. Какая из них главная? Один из самых высокоплачиваемых турбачей – Крис Ботти. Тоже история намного больше и интереснее, чем сам кадр. Это один из трех случаев, когда я за свои деньги ехал в другой город на какой-то концерт. То есть для человека, который привык на шару ходить на концерты, а в другие города ездить в командировки – это большой подвиг. Что спасает? Спасает компанию. Нас было пять человек в машине. И надо сказать, когда он был в Киеве, этот Крис Ботти, я не получил того удовольствия, как тогда, когда мы поехали на Одессу. Слава Богу, что мы еще обратно никто не заснул за рулем, когда ехали. И там была пауза выпить какого-то одессского пива после концерта. И, конечно, впечатление, что первый раз на Крисе Ботти нигде-нибудь в Одессе мы проехали там через страну. И я, и другая замечательная... Ну, фотографов в машине было два. Один профессиональный, второй любитель. Было еще виду Новохатька, которая музыкант, ну, очень оригинально снимает. Мы старались не опоздать, поэтому, когда за бортом осталась грузовая машина посреди поля свежих кочанов капусты, груженная этими же вилками капусты высокой горой, мы так их просили остановиться. Они этого не сделали. Самое бедное, что мы все равно приехали раньше. В общем, есть что вспомнить. Чем кадры не типичны? Стандартный кадр трубочервода. И, в принципе, он вполне самостоятельный. На каком уровне остановиться, зачастую это серьезный вопрос. Они разные по цвету даже. На них более теплые. На самом деле, ну, теплые, холодные. Цвета ламп накаливания – это близкий к дневному свету. Они разорваны в первую очередь этим освещением. То есть такое впечатление, что даже их склеили. Но мое впечатление и от них, и от концерта – именно вот такое. Потому что тетка, на мой взгляд, может быть, даже более выдающаяся личность, чем сам этот Крис Ботти. Лиса Фишер не один год проработала в коллективе, который называется Rolling Stone. Да. Она исполняла партию, которую вместе с Крисом Ботти исполнял Андрея Бачаеву. Мужскую, фактически, партию. Она исполняла партию совершенно женскую. Ее саму можно возить за большие, может быть, даже за большие деньги. Причем… Ну и, конечно, Крис, кроме того, что Андрея Ботти, для него приятно. Он, когда прошел мимо меня, пошел в зал пойду. Возникло желание встать под стойки смирно, отдать честь. Ну, к пустой голове рукой не прикладывают, я ограничился стойкой. Спейс Барк, пожалуйста. А какие цели? Ой… Сделай шаг назад, пожалуйста. Да, контролируй. Десятый, да? Следующий. Вот вам пример так называемого General View. И такие кадры обычно делаются сверху. Потому что… Это наша филармония. Коллектив называется Little Band Academy. Человек перед ними называется Виктор Бассид. Это явление в нашей жизни. Все вот это вот громадное явление. Сейчас. Это филармония. В принципе, можно вот с балкона, и тогда музыканты, они не сливаются друг с другом. Это ряды, которые красивы. Но я что-то смогу вот этого человека передать его пластику. Я их обожаю. Вообще, я люблю детей в джазе. Они еще не испорчены. Все их технические ошибки, недоработки, и какая-то, может быть, еще невзрослая координация движений, компенсируются тем, что они это делают от всей души. Я в состоянии прогулять какого-нибудь взрослого музыканта, именитого, правда, ради них. Прецеденты были. Ну и, конечно, этот персонаж. На сцене он выглядит как диктатор. Таким не является. И, по большому счету, это надо в видео, это надо в динамике. Потому что вот такие прогибы, эти махи, ну здесь я отчасти его пойму. Но поймать его это где-то как-то получилось. И, кроме всего прочего, это кузница кадров. Понятное дело, что кто из нас там чем-то не занимался в детстве, тем более, когда музыка... Не факт, что мы этим занимаемся потом. Но многие из менишних уже звезд украинского джаза будут из этого коллектива. Там, я как-нибудь заходите там в список или следите за публикациями в Фейсбуке, и они еще появятся вот такого возраста. Есть ли это, если я их не знаю? Что здесь делает, кто не знает, Райман Пауэллс? На мой взгляд, то, что пишет Райман Пауэллс близко к джазу. Музыкант тоже думает, а чешет себя за то. Игорь Снизаренко, аплодисмент. Нажми контроль. Это февраль, 11-й год. Есть у нас такой интересный коллектив. Радио Бэнд, национальная радио компания Украины под руководством Александра Фокина. Ну, это не Викбэнд, это чуть меньший состав. Отличаются они тем, что регулярно делают какие-то события, где куда не приглашают каких-нибудь ярких личностей. Например, год назад у них был Евгений Истушенцев. Как я считаю, весьма джазовый поэт. Райман Пауэллс, потому что он пишет весьма близко к джазу. Когда я перебирал эти фотографии, которые я перебрал, и публиковал. Этот кадр у меня в лучших есть. Но я его там не размещал, например, на сцене в Фейсбуке. Я когда пересматривал, я понял, что именно этот кадр мне нравится больше. Здесь музыкант думает, что для музыкантов не очень тупично. Как справедливо заметил, он говорит, думает и второй музыкант, или хотя бы пытаясь. И даже второй музыкант создает нам глубину пространства. Он меньше, линейная перспектива. Мы выполняем формальную задачу. У нас есть трехмерное пространство, выраженное в двумерной возрасте. Снова история... Верни, пожалуйста, команды не было. История шире, больше, интереснее, чем просто вот несколько кадров. Руководитель оркестра, тот самый Фокин, нашел меня и спросил, можно ли, чтобы кто-то поснимал не только концерт концертов года два, два вечера подряд с Аншлагом, Украина была полная. Но еще и репетиции. На что я почесал голову, вот как этот товарищ, и сказал, сколько денег. Мне сказали, я сказал, ну, конечно, это по большому счету, если это в корень смотреть, и один человек за эти деньги работать не будет. Но, ведь в Киеве самая большая концентрация фотографов, которые снимают джаз для себя, аж четыре. Поэтому, если, наверное, вы не будете возражать, если за эти деньги поработают четыре человека, таким образом мы, скорее всего, вам закроем все. А то мы бы решили. То есть все участвующие лица получили какие-то деньги. В итоге, тем более, делены четыре небольшие. Но это наше удовольствие получили все. А в пользу самой большой получил я. Поскольку из всего того, что мы наснимали, это все стеклось ко мне, и я смог проанализировать. Наконец-то, насколько по-разному мы это делали. Участвующий стороны я, Игорь Снецаренко присутствующий, отсутствующий Дмитрий Тюляков под псевдонимом «Творящий пыльон», и, на минуточку, пиар-директор продюсовского центра «Джазон Ки» Юрий Рудников, который крайне редко снимает. В общем, он филолог по образованию. Но когда он это делает? Это не все еще, что было вокруг, там еще была куча знакомых, другие участвующие, присутствующие здесь лица. Что такое Райман Парус? Алексей Коган до сих пор с тоской вспоминает об Джо Зарионе. У меня, пожалуй, даже мощнее впечатлили от Раймана Пауса. У них, по-моему, было три репетиции, три дня репетиции, что-то в 12 часов или около того. Господи, посмотрите в Википлине, сколько ему счастлив. По-моему, тоже больше 70. Он все эти три дня сидел с фортепианом и играл. Я бывший день не смотрел. Первый день, который он играл, так вот, между прочим, вот прошли там эти часы, говорит, о! Пальцы тресли, кожа лопнула, и кровь такая на клавишу. Тихо, никому, сиди, сказал. Я только по чекам рядом оказался. На следующий день у него были заклеены, у него были заклеены оба концерта. Это он не сказал. Тихо сидел, ребята, по аранжировке Фокина классные аранжировки. Я многих пьес узнать не мог. Я узнал... Как это? Есть известные темы, есть известные пьесы Пауз, есть малоизвестные. Он писал для театра, он писал какие-то, по сути, академические произведения. Они очень здорово сделали. К концерту, на котором был я, распечатал фотографии, вручил в том числе Паузу. Маме подарок сделал. Большая фотография с автографом Пауза. Что он на ней написал? «У вас очень хороший сын». Это лучше. Вот я думаю, кому он больше комплимент сделает... Он дает дорогу другому, он никогда не летит вперед. И сделает следующий теперь спейс-парк. Вот вышел этот персонаж. Наверное, эту часть надо быть печально. Вообще, его принес просто показать, что такие люди есть. Нажми «Контроль». Я не помню, как его зовут. Дэвид Вест. Канадец. Ну, видно, какой он канадец. Классический. Центрально-американский индейец. Не южный. Центрально-американский. Вот такого родства. Гитара его собственной конструкции. Он вышел, ударил по струнам. У него там было, не помню, двери три песни. Он обработал. Он пришел с листом бумаги, на который он переделал песню под себя. Я вообще не узнал. Один из выводов моих за эти годы, что я целенаправленно слушаю живую музыку, если это не академическая музыка, а вот любая другая, можете, ну, потому что в академической музыке там другая нация власти. Без раздельно. Вы можете сколько угодно, сколько угодно там учиться, тренироваться, совершенствоваться, выйдет какой-нибудь латинос. Вот когда-нибудь выйдет латинос, который левый задний, глядя куда-то в сторону, лежа на диване, исполнив все, потому что годы прошли зря. Правда. У вас есть серьезный шанс после этого момента его переиграть. Но только после этого. Потому что дальше он там в силу своей вот этой вот хаотичности скорее всего будет лежать на диване, танцевать или чем-нибудь еще заниматься. До следующей вашей встречи. Так вот, он вышел, ударил по струнам. Они отыграли. Музыка остановилась. Пауз стимулся сжать ему руки. Первый. Это вот втихо признали все. Пауз первый единственный, кто признал. Это было здорово. Жми на экспресс. Эээ, спейс-ва, прости. Рик Мориенталь. Несколько раз бывший в нашей стране. Очень хороший саксофонист. И, как это, очень приятный вообще-нибудь человек. Чем я люблю, как этот, в радио-бэнде изумительные музыканты, у них изумительные аранжировки. Но особенно я люблю радио-бэнд, когда в него запускают какого-нибудь такого матерого кота типа Мориенталя. Они тогда так начинают играть. Или потому, что он их взорвут, или потому, что их провоцируют. Я не знаю. Отчасти где-то как-то это получилось. Хотя, вообще говоря, в эти источники света, которые бьют прямо в объектив, это всегда причина поразительной засветки. То есть, возникает вот этот вот туман, он мне не нравится. Потом, когда я какой-то очередной фильм смотрел в «Живобистах», по-моему, или о Караваджо. Нет. Или о Рембрандте. Была характеристика такая, он был один из немногих, кому удавалось передать дымку. Господи! То, за что они боролись? Против этого боролись, против этого как раздымки. И здесь она играет. Почему она возникает? Внутри объектива происходит отражение от стенок объектива и между линзами. Тело, вода, твердое тело, воздух всегда вызывает дополнительные отражения. И вот между ними лучи отражаются, часть проникает, они потом еще отражаются. Поэтому я всегда снимаю светофильтры. Мои коллеги, которые работают на улицах, они всегда одевают светофильтры, потому что ты можешь получить, особенно сейчас, чем-то по объективу, и вначале тебе разобьют фильтр, а потом передний вид. У меня есть два целых светофильтра или около того, но они лежат как раз на случай, если придется фиксировать беспорядки. Подруга, которая киношница, сказала, слушай, вот впечатление вот такого джаза, вот такой совершенно киношный кадр, а я как, а она кинооператор по образованию. Я бы, наверное, лучше не сделала. Дай бог, чтобы у вас были такие друзья. Игорь Спейсбар, пожалуйста. Тот же самый концерт. Ким Сандерс. Снова для меня нетипичный кадр, потому что барышки не поедут. Ну, в общем-то, совершенно понятно, что она вокалистка, к тому же очень хорошо выглядит. Она и поедет. Нетипичный для меня кадр, потому что она по диагонали, в конце концов. Я сам борюсь с заваленными кадрами. Как это, старая лепёвка. Пошел на фотооходу, завалил три горизонта. Но, я, это несколько иное. Это ближе к такому понятию, как ракурс. Это, ведь, снизу. Это не, если ты смотришь снизу, а это высокая сцена в дворец Украины, оно неизбежно, это не будет прямо в углу. То есть, ты будешь справа, она вот так завалена. Ты будешь слева, она в другую сторону завалена. Поэтому естественно. Ну и, любимый цвет от него рисунок. В общем-то, общий цвет отсюда. Игорь, спецбарк. Он уже не закончил. Я был. Угу. Любимый фестиваль Еднести. Не важно, как его зовут. Человека зовут Игорь Иванушкин. Группа называется Второе приближение. Отчасти, то, что вот он здесь делает, как-то передает то, что они исполняют. Второе приближение, потом Ольга Комова, и кто третий? Горский был или нет? Нет, 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 нет. Горский был. Горский в квадро. Игорь Иванушкин помог Разину, помог даже Андрей. И он как он его. Они играют очень странную музыку. Там напрямую не читается гармония, там напрямую не читается мелодия. Но вот этого невозможно отравиться. И вот, вот именно, мне мешать этот не зашел, конечно. Но черт с ним. Кстати, спасибо за то, что фон не черный, он хоть как-то разнообразный, но он разумно пестрый. Любимый светотеневой рисунок. Жесткий такой свет. Драматический. В этот момент, когда он не больше ударил по столу, а сейчас отопался, и сейчас начнется. Они так играют. Что он смотрит с контрабасом, первое впечатление, потом к нему полезные сети. Он его, значит, ладно, он там по нему хлопает, он его приподнимает, бьет там пол. Ну, не сильный, конечно. Что-то там трет. И снова это все складывается вот в общую картину. Ольга Комова, ну, нет ее здесь, не получилось у меня настолько передать, как вот с ним. Какое-то время проработала в театре роман. не будьте цыганом. Это одна из лучших, наверное, характеристик. Игорь Спейсбарк. Ну, кто не знает, я думаю, таких здесь нету. Энвар Измайлов. С Энваром Измайловым одна большая беда. Кто догадается какая? Никакой. Нет, беда какая с ним. Отсутствие линии Измайлова? Игорь Спейсбарк. Игорь Спейсбарк. Игорь Спейсбарк. Игорь Спейсбарк. Понятно. Идея не будет. Беда с ним такая, что Измайлов хорош всегда. Да. Кроме того, что вот эта гитарная диагональ, которая нам задает мой любимый и Женя любимый треугольник, вот он положил две руки на гриф. И кадр у вас есть, откуда бы вы ни зашли. Кроме того, он красив сам по себе. То есть сколько у меня Измайлова, утонуть не можно. Поэтому, когда я все собрал, я подумаю, почему нет Измайлов? Потому что надо что-то выбрать. И давай вспоминай, где же он у меня есть Почему именно вот это? Все-таки я его нашел Ну, отчасти это не типичная для него шапка У него бывают, как правило, у него головные уборы бывают Здесь тот случай, когда я несколько похож на студийных фотографов Которые там расставляют 15 освидетельных приборов А потом зубкос открывает журнал, у него начинает болеть головой, теряется знание Я начинаю анализировать все источники света Здесь и здесь, этого не может быть Мы даже и остановиться невозможно Видно, как минимум, один здесь, и свет мы видим Близкий к дневному, один здесь, который зеленый Игорь Сисаренко, который здесь Но потому что я знаю, что это концерт Это бывает самый сумасшедший свет Ставит галочку Может быть И тогда оно работает И, конечно, состояние Но у него масса состояний И это одно из тех, которые приятно вспомнить Дальше уже там тонкая доводка Насколько оно там композиционно легло Легло! Игорь Спейсбор, пожалуйста Игорь, Ctrl-V Гриша не узнаешь? Нет, 11-й год И это чуть-чуть ниже В общем, Нафроловская это центр Центр искусства, и как-то так он зовется Нафроловской Фонд про Яни и розовый коммастерство Какой-то там был концерт Их было три человека Один Гриша Немировский Изумительный трубач Он живет давно в Германии Он может играть одновременно на двух трубах И это делает регулярно Поэтому он всегда их строит раз в гугл Тавра Конечно, здесь о свете и рейсинге Рассеянный свет Он всегда вам даст какое-то качественное изображение Но не всегда интересное Но вот это количество духовых предметов Конечно, таких кадров несколько Конечно, вот этот постоянный поиск Или так, или так А потом выговорить с того, что получилось Но вот где-то оно Дальше уже начинается Где здесь, на сколько картина По какому углу сошло Но вот пока снимаешься Напряженно совершенно думаешь Вообще, фотосъемка Любая фотосъемка отнимает силы Это кажется, что нажал на кнопку и ушел Если человек работает А мы работаем нервной системой Это тоже работает И служит управлять И даже если получает это удовольствие Все равно устает Игорь Криви девятого дыла Чего-то с дыханием Хорошо Нет, кто может Кто уже, кому пора может идти Сколько там осталось Сердюс Сердюс Ты меня отправляешь Решан Галиянов Я его обожаю Тот же самый дурацкий свет Вот он Но здесь это совпадает Этот свет совпадает С направлением этого микрофона И его крупный нос Чем-то вот похож с этим тревогом Тревогом вообще на сердце похож Привет с гимнастом Валентину Его состояние близко к тому Что он играет Тангария, квартет Дом офицеров И таких кадров, конечно, у меня в серии множество И потом его нужно выбрать И этой осенью Готовясь к выставке Я его По новой обработал Здесь не так видно Это надо смотреть на бумаге Оно по-другому выглядит Обработка это очень важно Нажми, пожалуйста Кого? Спейс Барк Та же самая Тангария, квартет Нажми, который Сейчас я вспомню Себастьян Сюрей Недебичный для меня кадр Он одни у меня, если вы обратили внимание Как правило Статичный, устойчивый, фиксированный Не видно лицо Закрыто рукой Какие-то порванные струны Блик, который отвлекает на себя Говорит, запечатай ты его Или лучше там Загрузка Не могу И таких кадров, конечно, тоже много в серии Но какой-то один оказывается Тот, который нужен Это тот самый раздрай Который свойственен Как для хорошего аргентинского танго Так и, в общем-то, для хорошего джапа Почему академические музыканты При всем любви и уважении к ним Им играть, особенно к янцову Ну, это правило, полный правил Потому что у него Вот Другое известное анекдот Любимый Алексеем Кокотом Как остановить выступление академического музыканта Нужно забрать у него ноты Как остановить выступление джанского музыканта Поставить сна Вот То есть вот эти вот рамки невыполнимые И вот это вот совершенно живые Это почти психоз Но это оно Это вот есть то Не европейское Это вот аргентинское Или там Что там вчера Там же танго несколько стран борются Перу-Бали Через год Я этот же состав снимал Через год Я был умнее, взрослее, опытнее Я не сделал ни одного ничего похожего Вот как это сходится Как это совпадает Тут что-то сошлось Где-то там совпало Хотя по идее там класс с годами должен нарастать Нажми Спецбарк Тоже Эти вот мои попытки Зайти куда-то от Формального решения Что такое трубачевый виде? Высоточный стандартный был кадр с трубачевым Спасибо, женщине рядом Это тоже явление в нашей И не только в нашей культуре Явление дик Вообще из Молдавии Поэтому все, что он играет Особенно на трубе Это Это такой праздник А это еще и проект Который был его Который обработанный Ну конечно вот С молдавскими какими-то И тут он Не просто ожидает Он еще вот-вот ждет свои ручки Он вообще как-то задумался Это вот Там еще пару примеров будет Это не тишина Там где-то рядом есть музыка Может надо было больше уходать Не уверен Ну это большое пятно Ну какое оно такое Игорь Дальше? Да Я ему как-то по ошибке Тоже давал на фотоконкурс Джазан Киев Конечно он тоже никуда не прошел Но Личный Для меня Очень дорогой кадр И Если вообще кто-нибудь Когда-нибудь Знает Что такое Страх сцены Зрителей Мандраж С выходом Вот это оно И Этот полукруг Вот эти Дуга темного Дуга светлого Дальше начинается Ужарят Который называется Смысловой Взрослые дядь И в первую очередь Тети у них за спиной Ну это не их родители Это конечно чьи-то родители И дальше Входящее пространство Но При всем приятном Самые лучшие фотографии Детей Фестиваль Акишкин Джаз Тот самый На который я могу уйти Как на Литл Бодд Академии С кого-то Выдающимся Дети Играют Первое Это то что они играют От всего сердца Они еще не знают На глупости Изрослого мира Второе Они играют Очень коротко Не знаю Как наши Минут на 20 Очень короткие темы То есть За тот же Отрезок времени Я могу послушать Значительно больше Ну и Ну конкретно Литл Бодд Академии Что Плюс Босику Коган его регулярно Сладит Какие там У них с ними работают Равные педагоги Они это по-разному делают Но Самое интересное Сделал не я По-моему Даже на этом фестивале Присутствующий Здесь Игорь Смисовенко На одном из фестивалей Альфа Джаз Фест В Волливуде По-моему На втором Завтра Халима И он мне показал Какой-то из агентств Не будем называть Какой-то Поставил на его Сирию Вот по своей манере Сделал вчера Там были дети Которые танцевали Вокруг сцены Я себя спросил А почему Я там Я же там был Почему я их не видел Почему я их не снял Игорь снял У меня такое впечатление Что он танцевал Вместе с ними Вот эти вот Два метра Стали что-то там В районе одного метра Вот на одном уровне И совершенно Вот в эфире В их движении Но почему-то Вот не поставили Тогдашние Ответственные Выпускающие Или там Начальник фотослужбы Не понравилось Ну дурак Не как спец Спец баррик Нажми У меня уже Дидьелла Квуд Да Дидьелла Квуд Причем он играет С Майком Стерном Майк Стерн тоже Один из самых Лучших Каких-то Музыкантов Современность Дидьелла Квуд А можно Может Не надо Чайку или нет Ты закажешь Снова Мой любимый момент Болит Сейчас я понимаю В левом углу Как в левом верхнем углу Необычный источник цвета Вот оно Ну и конечно Вот это выражение лица То есть Формальный подход У меня здесь Совмещается Все-таки С каким-то Вот ощущением Того что происходит И вот это было Вот так здорово Это было здорово Игорь Спейс барр Пожалуйста Та самая Таня Мария Которая повлияла На Лауру Маркиросся Мы ее видели И если бы я Что бы я пошел Ну чуть-чуть бы Она бы руку Опустила И я бы может быть Чуть-чуть вообще не взял Ну фиксированный объектив Потому что Уфиксированный Объектив с фиксированным Фокусным расстоянием 300 мм Вот Или дальше Другой Стояние Или Часть отсекается Черт с ним Получилось оно Вот она такая И Таня Мария Она бразильянка Все Отсюда все Отсюда все Это ее музыка Ее соответственно Латиноамериканская команда Это то, что у нас очень любят И оно работает Игорь Спейсбар Вот Чем старше я становлюсь Тем с большим вниманием Интересом И пониманием Я отношусь К людям в возрасте А иногда и с завистью Потому что Сволу Квартет По-моему Квартет Игорь Квартет или Квинтит Это был Фестиваль Жанр Не суть важного Контролы Да Одиннадцатый год Два года назад Квинтит Как Он там сам Сказал У него еще была Изумительная Пианистка Я не снял ее настолько Чтобы я с Макши Добылись Но вот это Он играет Тем не менее Он играет Панно Там Он подглядывает И мой любимый Источник света В нем Почему Все подгонируют Правную базу Почему Потому что Правша Он ведущий Целищий Правша Ну Тут видно И фактура Конечно Вот если бы Вот этого не было Я не могу запечатывать Это уже будет там Это не запечатывание Нехай Жми Слезбар Ой Контролы Терепиала Редкий случай Когда у меня Получился Человек Который На меня Большое впечатление Не произвел То есть Что-то там такое было Оно было как-то неплохо Но в общем-то Не мое Ну вот Эта пластика И выражение Алица Ну понятно Совпало Есть линии Есть в общем-то Оно равномерно Распределено Читается Фактура И он в процессе Как правило Тоже я так Проанализировал Что у меня Хорошо получается Те кто мне нравятся Почему Не нравится Почему Получается Или стандартное Или вообще Неплохо Вот он Игорь Спейсбар Кейниджи Как говорит Один Гласитный Денис Анекдотов Израильский Автомат Узи За единицу Времени Производит Больше разных Звуков Чем Саксофон Кейниджи Тем не менее Зал был Практически полон А те розы Которые выносили Ему И как правило Женщины Только еще Александр Сафина Что-то получал На моей памяти Кадр по большому счету Геометрический То же что мне Не типично Я почему-то Звалил горизонт Звалю вас только что Но вот эти вот Углы Которые в него Уперлись Любимый Источник света Любимый Светоденевый режим Какой-то еще Кадровой Ты уклонялся От роз Это еще не Это на самом деле Цирк Потому что Стояла Специальная Тумба Влево Вредный Жофт На которой Вылез Играть А я бегал Вот вокруг И ловил кадры А может быть Все дело в том Что он сам Такой же Наклоненный Как Вот этот кадр Спейсбак Это вообще-то Профессор Вы не подумайте Ничего Он профессор Он итальянец А работает В Германии Джорджио Кром А фестиваль Акритические ветви Двухлетней давности Ой Разумительно Куда приходит Очень мало людей Я каждый раз Бьюсь головой От капусты Икори с моряном А когда Эти Швардон Сволочь Из Гладецких На контрабасе Волковым На ударных А еще Как правило Присоединяется Валерий Крупский Который у него Учился Играет Караван Те мегазвезды Которых привозят На массу У меня Наверное Неправильный вкус Но вот это Одно из самых Больших удовольствий И у него Учился Да Я немножко Припечатал Эту часть И немножко Светил Вот эту часть Немножко Чтобы было Технически В тот случай Когда Да Гитарист Да Вот Восходящий Жми на Спейсбарк Тот же самый Фестиваль Восходящий Восходящий Жгезда Юджин Рэй Евгений не помню Как Хрин Бондарев По-моему И надо сказать В этом году Действительно Она играет Вот Практически Без скидок На возраст Я так подозреваю Что он и в этом году Будет гостем Фестиваля Крестские ветви Памяти Выдающегося Гитариста И педагога Молоткова Приходите Вот В тот случай Гитариста Там же Темное На белом Поэтому читается А он Первый Солочит на темном Мы получаем Черезование Тональных Масок Пытаются Укер-теорию Подводить И даже Акцент На хотя бы Одного Глаза Глаза Тоже не играет Игорь Спейс Барк Так Привет Кому идти Иди Потому что Я по этой истории Не смогу Рассказать Без слез Человека На экране Зовут Джован Гаспарян Один из самых Знаменитых Техникистов В мире Он был В Киеве Я в своей Манере Как человек Который За последние Пять лет Три раза Платил За концерт Я же не могу На него Пойти Дело Не в том Что я не хочу За него Платить Я хочу Пойти Поснимать Но поскольку Нажми Контрол Я не помню Как его Двенадцать Двенадцать Я уже Достаточно Давно Дзаз Это не очень Оно имеет Дзаз Потому что На концерте Был его Внук Который На друге Исполнял Джаз Можете Меня бить Ногами Внук Мне понравился Больше Это был Джаз Это был Свой Звук Ну Причем При этом Тоже Чтобы вы знали У нас есть В городе Киеве Человек Который Исполняет В том числе Джаз На Дудуке Это Армель Кастаньян Работает В том самом Радио Бангей Ну Нет И вот Здесь Портрета Но Ни о том Полном Неудач Концерт Я там На протяжении Недели Пытаюсь Выяснить Кто Организатор Никто Из Промоутеров Посредников Пиарщиков Не может Сказать Я Вызваниваю Армяне Армян Музыкантов В том числе Там Лаур Они Не знают Подождите Если Армяне Не знают Что происходит В итоге Я набираю Одного Из директоров Одного Из концертных Агентств Который Я стараюсь Не злоупотреблять Они много Всего Организовывают Очень часто Я их делаю Я вообще Не люблю Стопами Разговаривать То есть Я очень Благодарю Зачем Лишний раз Но Как-то По-моему В шестой год Когда я тоже Один из Немногих случаев Заплатил За концерт ДДТ В Украине Причем при этом Я снимал И почему-то Причелся пара То есть Я заплатил За вход Но почему-то Фил что-то пара Почему-то Поснимал Почему-то Дал в адвенство Или в два Или в три И он Такой Веселый Вдруг Спускается В перерыве По лестнице На меня Здравствуйте Ой Здравствуйте Вы работаете Я говорю Не за свой Печел Что же Вы не сказали Вот Я набрал Его Он уже Надо сказать Он уже Самолет Собился Сказал Пять минут Прилетает Телефон С фамилией Я набираю Дядька Говорит Имя Фамилия Меня Происклини Интересует На этом И кладет Толку Пока Я печально Прилетаю Следующий СМС С того же Номера Вас ждет Пригласитель Зайдете Вас ждет Пригласитель Три персон Петерска Вот Я даже начинаю Как-то В тот момент Я уже был Одинок Вот В тот момент Я был Одинок То есть Никакую Девушку Мне не нужно было Делиться Радостью Музыки Поэтому Я набрал Уже упоминавшегося ПР-директора Джаз-н-Киев Юрия Руднева Потому как Это он счастлив Видит музыку Потому что Работая в Джаз-н-Киев Он переслушал Уже столько всего А это было Двенадцатый год Чуть-чуть раньше К тому же Дело в том Что Юрий Руднев Сын был Тониста Весьма известный Академистик Я еще сам Какое-то время Учился на Болтон У него Луховикам Особенно Там был какой-то Тубист Он специально На него ездил На Джаз-бэрбергу Тубист Соло на Тубо Вы себе можете Представить Да не понимаешь Как он передумает В общем Позвоню Юрий Руднев Который всегда Юрий Руднев А зачем Вдруг Говорит Подожди Дай я подумаю Минуты три И через две Звонит И Дуба Тут прилетает Пусть у меня корни великого комбинатора Сейчас В итоге Я прихожу За час до начала концерта Редкий случай Когда я прихожу До начала концерта Тем более за час Покупаю самый дешевый билет Забираю пригласитель И стоимость этого дешевого билета Мы делим на троих Я это Пойдем на троих Куда нормальные мужики В общем На футбол На стрельки На троих Да в конце концов Эти трои ходят На армянскую музыку Это не вся история Ну Юра пришел Без техники Все Он говорит Слушай, ну мы же с Игорем нездоровые Поэтому входим в зал Я к кого-то сразу спотыкаю Если не помню кто это был Игорь приходит И говорю Игорь, Игорь, в первый ряд Я там поговорил Пообнимался Подхожу к центру Игорь сидит возле второго ряда Игорь Первый А если люди Игорь Первый Мы садимся в первом ряду К началу концерта Меня заставили Вот взвинули нас на одно место В итоге Весь первый ряд был занят Леня справа Леня слева Мы вдвоем Один раз я пересел Но Там где мы сидели Это было единственное два места Где можно было снимать Дягорь Джина Как это сходится Как это складывает По краям цены в охране Может им было сказано Гонять в прессу Может не было сказано Гонять в прессу Мы отсняли Конечно Мне эти два микрофона Мешают жутко Но с другой стороны Эти два микрофона Кажется повторяют Вот этот разлет Это не вся история Это май месяц В июне месяце Ровно через месяц Фестиваль Альфа Джесс Львов Завтрак На котором мы как-то сыгали Может быть даже в тот же год Когда мы сыгали Мы рассматривали Вот Антучи Проходят мимо меня Какие-то твары Венина Ни стыда Ни стыда Ни стыда Ни стыда Ни стыда У меня нет Это в профессии Противопоказа Подхожу и спрашиваю Скажите пожалуйста Вы не господят? Я говорю да Я падаю на колени Спасибо Как это получается Списбар пожалуйста И еще раз списбар пожалуйста Редкий случай Когда я использую чипер Вот не могу я такой цвет выдержать Это Альфа Фест Позапрошлый Это выдающийся на самом деле Гитарист Причем он именно Гитаристов Самых-самых Джона Павли Это тоже один из тех случаев Когда ну что-то я не понимаю Я его дважды Ну в таких случаев больше Но второй который я привозил Я его служил в 2003 году Прошло 9 лет Ну я как-то набрался Опыта там Знаний Наслушался И в Киеве он был С какой-то индийской программой Я в ближневосточном Индийскую Дальневосточную Но категорически Там это был уже какой-то фьюжен В принципе Как я понимаю Вот какое у него Выражение Здесь Такое же наверное Было у меня Когда я это Тем не менее Это все-таки Именно тот самый Маклаффлин Которого Знают люди Я его не выносил Это не конкурсный фотограф Это вот мое Действительно Мое от него впечатление Как ни странно Есть другая Карточка Маклаффлина Которая вышла В полуфинал Фотокомкурса Джаза Кив Который проводил я От Лидыного Хатька Которого я уже вспоминал Не то я так почти За гону приходится Обратите не ее одну Да присылай фотографии На гону Вот уже Да я же не снимаю Ты присылай Там разберемся В полуфинал вышла С Маклаффлина Игорь Игорь Спецбарк Игорь Ну там Озид А там я Игорь Ты никогда не вернешь Игорь кроме прочего Занимается спортивной фотографией Он способен Ради какого-то футбола Пропустить Какого-то звезду джаза Я не понимаю Не надо про футбол Это произойдет Ефим Чапахин И вот здесь тоже Идут момент Это Не непосредственно Вступление Это Ну Репетиция Они там что-то Вот устраивали И вот что-то Кому-то Ну вот так бывает Это Тот случай Когда Ты можешь делать Типичный Правильный Но типичный Как Мария Маркизини Господи Мария Маркизини Гречанка Рыжая Гречанка Без нее Что там У Классборад Немец И коллектив Которые Исполняют Классику В джазе И это Мне так От руки Записано И потому что Я забыл Они что-то Исполнили такое Где был И бах И танец С саблями Хачатуряна И что-то еще И это была И академическая музыка И это был И джаз И они возвращались Обратно Это само по себе Цена У них там Они очень дорогие В продаже Поэтому у меня там Только копии Ели У меня даже Пират не риск Но мало И там Вышла Вот эта Рыжая И че Что-то совсем Другое И вот здесь Отчасти Где-то Как-то То, что Они делали Хотя Может быть Так Было бы Лучше Но так Трудно Отказаться От хорошей Женской Найти И тоже Для меня Нетипичный Заваленный Горизон Вроде бы Но Вот здесь Сохранена Параллельность То есть Один из моментов Который Как-то Не разваливающийся Кадр Когда Из Одна Ли А хотя бы Одна из Читаемых Линий Параллельно Одной Сторон Коротенькая Есть Есть Движение И динамика Потому что Она завалена Но Такое положение Хоть чем-то Обусловлено Есть Внутренняя Логика Мне подобен Игорь Хироми Японка При этой Общей Японской Сдержанности Чего Они творят По культуре Когда Они Себе Позважают И вообще Говорит Анимой Пианист И здесь Если бы У меня Были Другие Условия Чуть Чуть Вообще И взял И клавиши Лучше Читались Здесь Все Путали Другина В том Что Снимать Было Нельзя Вот Но Фестиваль Так же А в Киеве Оббить Да Нельзя Вот Поэтому Подход Проблизительно Следующий Нужно Снимать Но Ты же Понимаешь Что Храна Вынуждена Будет Тебя Вывести Хотя Она И наша Вот Что Что-то Получилось И Да Тут Нет От Чего Нужно Отказываться Здесь Нету Кед Которые Там На Нем Будет Но Еще Другое Вообще Отсекать Лишние Фотографии Становочная Фотография Я понимаю Это Конструирование Реальности Мне Ближе Это Жми Шо Спасибо Антонио Санчес Год назад Фестиваль Жанна Киев Это Не Концерты Это Мастер-класс Он Рассказывал О том Что такое Ударник Он Рассказывал Как Ударник Играет Музыку А По-моему Как раз Взгляд У него О том Что он Рассказывает А не О том Что он Играет Хотя Как тот же Потрясенный Когольм Сказал За сцену А ведь он Сыграл По сути Пьесу Сымпровизированием Ябл Старай Сыграл Музыку На Мурмон И Было Очень Интересное Очень Интересное Игорь Это Коллектив Котором Был Антон Санчес Контур Затем Представлю Человек Понятно Ладно Получилось Ну В общем А на Санчес Там Не 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 Там Только Масер Это Был паркет Кенни Вернера И он Будет Дальше Редкий Случай Для меня Когда Источник В правом Верхнем Теперь Перенесемся В правой Верхнем Не Говори Смотрел Командир Хотя И видно Что Синей Слева Былков Ну Былки На Вообще Он Зверь Ну Что Такое Фотография Фото Свет Граф Писать Свет Писать В принципе Оно Зояблено И даже Я ненавижу Этот дым Который Это Глицерин Или Черт Я знаю Что Зачем Вы Это Делаете Здесь Оно Граем Выпускаю Все Изображение Размыто Нету Нормального Канера Здесь Сложено И снова Рядь Кантеропассист Как правило Ну вот так Ну вот Вы можете Там даже Какими-то Карманами Фотоаппарат А везде Такое Казы В конце Казах Будвич Ограниченных Лекций Игорь Спейсбар Кенни Вернер У него Изумитель Вот сразу За Санчесом У него Была Изумительнейшая Лекция Мастер-класс Лекция Какого Годного Ходить Он Понимает Что он Делает В состоянии Это Объяснить Кроме Того Что он Понимает Но еще Получает Удовольство Что такое Сделать Этот Катер Конечно Для этого Нужно Быть В Пуле Тех Ни сколько Не помню Пяти Четырех Фото Которые Имеют Право Нажимать Вся Потому Что С обратного С правого Дальнего Угла Сцены 300 Миллиметров С Конвертером Левит Надо Посмотреть Может Быть Я бы Взял Чуть Больше Здесь Может Быть А Нужно И Снова Это Характеризует Меня Сгадать И Работать Все С тем Же Любимым Психопатолого Чувствительная Чувствительная Часть Нарастает Все Больше И Больше И Вот Это Не Совсем Формальный Правда Этот же Кадр Может Заставить Потерять Сон Вообще Потому Что Это В моем Случай Я Прихожу На Концерт Какой Нибудь Я Могу Снимать Весь А Если Я Могу Снимать Весь Как Это Происходит На Концертах Международного Казового Абонимента Это Обойди Всю Сцену Я Могу А Вот Человек Препозитом Такого Ритва Сделает А Я Где Буду Ведь Это Непредсказуемо И Он Не Все Время Такое Вытворил И В этом Смысле Очень Хорошо Когда Вам Дают Снимать Первые Дверь А Дальше Сиди И Слушай А Когда Все В Куда Я Должен Пойти Вот Эти Там Первые Две Три Темы Двенадцать Минут Которые Погладают Это Как Мобилизация Ну Шедевры Оттуда Редко Удаются Привлечь Но С другой Сторон Это Все Что Наработал Совершенно Работает Навык Навык Первые Полчаса Работает Навык Потом Расслабляемся Начинаем Варить Или Вытворять Жми Слова Этот Кадр Вообще Говоря Не Высок Я Взял Как Иллюстрацию Он Сделан Конкретно Под влиянием Главного Моего Творческого Конферента Присутствующего Здесь Игоря Смусаренко Сейчас Вам Падаю Объяснить Почему Здесь Есть два Показательных Для меня Кадра У них Горит Наверное Больше Которые Также Не дают Мне Спать Никогда Потом Вернись Обратно Найдешь Здорово Там Папа Называется Экспо Это Первый год Первый Фотоконкурс От Фестиваля Джазан Киев Это То, Пришло На Буре Игорь Я Такого Кадра Не Сделаю Никогда Мы По-разному Строим Я Уже Вспоминал Что Кроме Него Есть Дима Тойел Юра Руднев На самом деле Чуть Больше Таких Людей Которых Мы Все Делаем Это По-другому Потому Мы Разные Люди На Больше Чем Мы Корешаемся Я Не Знаю Он Не Я Ни Разный Фотоконкурс Джазан Киев Я провожу В течение Пяти Лет На Кривой Казе Я Въехал В Полу Финал В этом Году Наверное Только Потому Что Я Его Делал В Полу Финале На самом деле У нас С Игорем С Димой Это Вечная Война За Полу Финал То Он Вперед Выходил Я В Полу Финале Не Так Пятое Почетное Пятое место Но Подобного Оригинального Кадра Больше Не Есть Моя Даже Отдельная История Закончу Пайт Потом Переключать Наш Миска Изборощалась Любимый В стране Алишай Коя Игорева Фотография Надо было У него Попросить Ну Все Снова Ну Устро Тебя День Снова Я Так Кадры Не Сделаю Никогда Потому Что Можно Обойди Игоря Потому Что Я Делаю Много Хороших Фотографий А Игорь Делает Много Гениальных Правда Все Остальные Для меня Как правило Спорят Первое Что Делаю Когда Прихожу В какой Очередной Съемки Я Все Жду Когда появится Репортаж В очередного Украинского Информационного В котором Теперь Бросает Игорь Посмотрите А как Он отснялся Это непонятно Вообще С ума сошел Как Как Это Он Нашел А теперь Верни Пожалуйста Обратно В двух Словах Значит Пять лет Я провожу Фотоконкурс Джазен Киев Нет Я не Джазен Киев Это почетная Должность Возглавлял Институт Сердца Оказывается На общественных Начинах Вообще Работал Социологией Ну Конечно Сравнение Слишком Почетное Для меня Каждый Фотоконкурс Джазен Киев Это Стресс Потому Что Присылают Много Разного Много Серого Много Того Чего Я никогда Не поставлю Потом Оно Выходит В полуфинал Я думаю Просите Так у меня Таких фотографий Тысяча И я же Там Являюсь Ну это Один Аспект Второй Аспект То что Я являюсь Первым Фильтром Этого Конкурса Я Масса Работ Которые Думаю Господи Кто их Вообще Делал Как это Можно Смотреть Но я Их Все таки Пропускаю И вдруг Потом Выходит В тот же Полуфинал Это Делаю Я Выговор Больше Всех Опять Я Что то Там Начинает Перестраиваться Дальше Мнение Судей Что бы Вы Не делали В фотографии Или в чем Угодно В другом Творческом Все равно Оценка По большей части Субъективна Я уже Приводил Пример Этого Школы Живописи Немецкой Или Расистской Попадал Немецкой Они говорят Что Российская Продолжать Немецкой Конечно Последователи Чистки Российской Никогда Не признают Черт с ним То есть Формально Можно объяснить Многое Но Как оно Действует На конкретного Человека И что Внутри него Откликается Это не Прископ У меня В жюри Есть Профессиональные Фотографы Музыканты Ладно Черт С вами С музыкантами Вы В тимуре Джаз В принципе Хатич Черт Вас дать Но Когда Кондовые Репортажники Вдруг Начинают Вот такие Расхождения Господи Но С другой Страны Это Утешает То Что Если Ты Что Не Получил Не Дораслично Так Вот Это Без шуток Это Безусловно Подмиление Музыка Это Неправильный Кадр Нерезкое Лицо Занимает Значительную Часть Кадра Но Читается Как Лицо За Ней Более Резкое Лицо Маленькое Которое Перекрывает Микрофон И Непонятно Кому Выставленные 4 баллов За Сочинение Но Как Попытка Это Может Быть Для Мне Это Попытка Приблизиться К Миской Пожалуйста Ощущаю Борячее Отдыхание И Шутки Шутками Вот Если Нету Конкурентов То Не будет Никак Воворот Чем Приятны Джазовые Фотографии Здесь Нету Конкуренции Кровавой Здесь Нет денег Поэтому Ничего Не делим Славу Мы Тоже Не делим Да И Кресло Пустые Чест Девушки На Что На этом кадре У моего психотеретика Чуть Сознание Не разъехалось У вас Один У них На чем же Штык Они На свет Лезут Нажми Контролы Я не помню Где Давить их Надо Пока Маленькие Контролы Доми Доминик Миллер Закрывайся Этот человек Вообще Говоря Играет В группе Стил Вот Эта История Со всеми Особенно Джазовыми Музыкантами С джаза Живут Единицы Они Работают В популярных Коллективах В роговых Коллективах Черные Где Кто Такой Рок Гитарист Человек Который Играет Три Аккорда Для Трех Тысяч Длитей Кто Такой Джазовый Гитарист Который Играет Три Тысяч Аккорда Для Трех Длитей Это Почти Аккорда Он За Эти Полтора Не Два Часа Он Все Полтора Чуть Больше Сменил Наверное Десять Жанров Там Было Фламенко Там Аргентинец Живет В Европе И У него Изумительный Состав Это Не очень Правильный Каз У него почти Сливается Питара Действительно У него Это Четыре И он Синего Цвета Но я Не могу Теперь В Сибири Я не хочу Он Неправильного Цвета Но у У меня Вот Дорогие Вот Переходы И Даже Не Четыре Бага Сни Сален Жмись Парю Все Та же История Задача Когда Был Первый фестиваль Джаз Инг Первый Фотоконкурс Джаз Инг Это Был Второй Фестиваль Это Были Еще Докречесные Времена Денег Было Больше Больше Чем Сейчас Чем В общем Больше И Владимир Иванов Чефарина Денатного Нашего Репортера Старая Фотошкола Работает В Кронформе В принципе Даном Пенсионер И в Жури Он Все Эти Годы Легко Идет На то Чтобы Вести Какие-то Рекции Попросили Разобрать Работы Никогда Не Относится Значит На Более Подрастающие И Вот Час Или Около Мы Разбирали Фотографии Которые Были Присаны На Первый Фотоконкурс Конечно Опять Больше Всех Получил Я Потому Что Ну Правильно Но Есть Другой Общий Наш Знакомый Максим Требухов Который С кислой Рожей Просидел Минут Пять И ушел Максим Рассказывает Я все Но Действительно Он Закончил В Хагере По-моему И По-моему В художественном Училище Он даже Проработал Передорогой Очень Хорошо Было Честно Я был Другой То есть Я там Как-то Выстроил Вообще Я люблю Конечно Как-то Другие Люди Анализируют Изображения Мои Чужие Не во всем С Фариком Согласен Но Это было здорово Вечером Это уже Не фестиваль По-моему Второй Витрике Второй Никак Старт Ребята Играют Я Сажусь Под сценой И Я понимаю Что Я не могу Снимать Рядом Сидит Ушедший Вот С Лекцией Максим Макс Я не могу Снимать Говорю Я шедевров Не вижу Говорю Он на меня Посмотрел Увы Ну Ларин сказал Вот Поэтому Я и ушел Говорю Минут пять Наверное Приедешь И мне Подожди Ты сними Что-то Стандартное Нормальное Чтоб можно было Напечатать А потом Уже Может Дойдет До шедевров На самом деле Особенно Когда снимаешь В одних Тех Условиях А они При десятилетии Уже Работают Всегда Одни и те же Нужно Хотя бы По-другому Чекосне Ну Хорошо Когда у него Другая Отече Другое Вображение Лица Здесь Что я выручила Вот этот Самый Передний План Что еще Помогает Передать Глубину Пространства Спасибо Ему Это Перкуссия Которая Фестиваль Конкурс Имени Апрельские Ветви В памяти Молоткова И После нее Играла Эта Команда Или До нее Играла Эта Команда В общем У нас Получился Красивый Передний План Который По яркости Постынем Снег Он светится Он золотистый Зло Он всегда Хорош Но Он достаточно Размыт Чтобы не Увлекать На себя Но Вообще Это Второй Это Второй Год Она была Она Получена Первом Году Я думал Ей 16 лет Господи И по-моему 28 Двое Детей Она Из какой-то Столицы Потом Переехала В Краснодар Потом Теперь Вообще Здесь Изумительная Играла Девчонка Причем Потом Естил Вступление Книги Молоткова Которую Теоретическую Глазу Как на одной По сути На одной Гитаре Играть Как оркестр Когда идет И мелодия И сопровождение На одном Гитаре Вот она Это Делала Она Была Одна Одна Из немногих Кто была Одной И вот Это Второй Год Отдельное Спасибо Все тому Женщину Сволу Черна Литину Показал Замечательный Кадр Она Относится Гитаре Как Женщина Она Ее Держит Как Ребенка Это Мне многое Объяснило Тоже Когда вы Что-то Делаете Есть Первый Уровень Формальный Распределение Масс Композиция Линии Затачение Что-то Есть Второй Уровень Особенно Когда человек Те чувства Те эмоции Которые Он испытывает Чувства Эмоций Это не одно И то же Какое Ощущение Это комплекс И Следующий Уровень И это Уже Лапина Есть Когда Уже Начинаются Образы Символы Знаки И как Они Складываются В идеале Нужно На всех Этих Уровнях Находиться Получается Конечно По-разному Спецбар Пожалуйста Один Из Титанов Джаза И немногих Еще живых Этот год Фестиваль Альфа Джаз Фест Чарли Хмель То же Для меня Кадры Интипичные Музыка Чего не Началась И я До конца Для себя Еще не Определился Отрезать Ли Здесь Лишнее Брать Ли Вот Это Пока Не знаю Это Скорее Случай Когда Я буду С годами Переходить И Возвращаться Проходить Время Я буду Думать Что же С ним Делать И снова Возможно Что-то Как-то По-другому Отрабатывать Чем Будет Мужика Вратажники Должно Сходить Все Может Сходиться Частяне Когда Сходится Совсем Все Ну Получается Что-то Приближенное К шедевру И Именно Самое Главное Для меня Именно Этот Свет Именно Эти Чертылица Драматические Глубой Драматические Это Его Возраст И Это В общем-то Для Меня Передает Ту музыку Которую Он потом Играл Ту музыку Которую Я не Помню Я Обожаю Либерайшин Оркестр Но Это Было Что-то Я Мужественно Сорок Минут Сосредоточенно Напряженно Слушал Потом Стоял Ушел В парк Там Я Слушал Но Я Там Были Листики И Игорь Я Заберу Тебя У Не Видите Почти На Этом же Фестиваль Был Когда-то Любимый Мной Уже Показывался Сегодня Накферин Этот Человек Был в бенде Макферина У меня Нету Фотографии Макферина С этого Года Наверное Это Потому Что Я Макферину Внезапно Для себя Остыл Наша Галя Найки Душ Бабова На Монеч И Зажрался Но Этого Дядьку Я Снял Я Перебираю А Пожалуй Да Это Не Вся История Причем Даже Не Тогда Когда Это Марсел В очередное Агентство Я Прочитал Нет Или Все Так Гил Голд Стин Один Из Лучших В мире Аккордеонистов Аккордеонистов То есть Ситуация Как в старом Анекдоте Когда Один Из Больших Наших Президентов Кучма Купил Новый Автомобиль И сказал Дебя Дайте Порой И тут Врезался На Каком Ближайшем Перекрестке Среди Ночи В чужой А Братки Сидят Чувак Шой И он Видит Кто В машине Был Неправ И уезжает Как Выдает Про Ребята Тоже Обалдели А кто В машине Я не знаю Чем машина Но Заролил У них Куча Так Вот У Макфейна На клавишах Эккордеоники Убил Стив Я Когда Снимал Я Этого Не знал Вообще В тот Объем Информации Которая Наверное Есть Вечно Некогда Этим Заниматься Я Я смотрю Что я Получу Эти списки На руки Но Я же Его Снял Он же На меня Произвел Впечатление Он А не Макферин Макферин Мне по-настоящему Понравился Он сыграл Одну Тему Когда Он Сел К фортепиано И просто Исполнил Песни Без Вот этих Своих Жми Спас Назовешь Олега Джекарев Олега Джекарев Это Серия Возобновленного Джаз Холла Блюз Стар Этот концерт Назывался Блюз Скол И Для меня Тоже Некипично Потому что Я здесь Перехожу К фрагментам Для меня Вообще Раз Череневка Полное Лицо Не вся Рука Она же Даже Не по суставу Срезана Это Квадрат То есть Я однозначно Человек Хватил Не по сверху Снизу Либо по бокам Более того Мы увидели его Во весь рост Я так понимаю Что это Главное Как это Приз Женских Зарипистских Симпатий Был у него Кожа Наверное Из какого-нибудь Буйвола Вот такой толщины Ботинки Такие же Кожа С какой-то Безумной Подушкой И Коваными Застежками Этого Недовка Есть Это Взгляд Есть Это Серстень Есть Это Сережка И В общем-то Образ Можно Расстановить Развернуть Это Уже Фрактальный Подход Когда Часть Отображает Сорвание Конечно Если бы Еще Весь Свет Был Отсюда А может И Нет Вот Это Вот Тень Ведь На что Еще Среди Прочем Как Создать Экцент Глаз Обращать Внимание На Самое Светлое На Самое Контрастное Здесь Есть Контраст И Он На Глазу И Взгля Внимание Спейсбарк Какой Он Уже Второй Третий Уже Споро И Все Любимый Один Из Любимых Артистов Нашей Стране Аркадьиша Глаз Это Концерт Один Из Тех Тех На Которых Я Ехала В другой Город Я Един Из Тех Тех На Которых Я Платил За Вход И Совершенно Об этом Не Жаль Или Я Забудила Мне Еще Много Чего Важно Саня Спроси Еще Других Может Еще Кто Платил Всего Лишь Белая Церковь Это Не Одесса И Для Меня Кадр Ингипичен Тоже Потому Что Здесь Еще Музыки Как Будто И Нет Есть Кадр Где Он Стругой Вообще Шелкопера Человека С Волторной Особенно Шелкопера Снимают Тот же Фотоконкурс Волторна Сама По себе Хороша Она Блестит Она Круглая Как Не Подверни Со Всех Сторон Поэтому Не Интересно Особенно Когда Сценический Свет Синий Красный С Разной Паковки Что Для Меня Здесь Друга Здесь Белая На Более Темном Средней По Пестроте Голова На Белом Фоне Почти Бодович Читается Тут Откусили Почти По Рубашку Понятно Самое Главное Вот Это Его Состояние Кто Понимает Что Копер Мой Друг Его Зацепил Еще Десять Лет Назад То Что Я Понял Пожалуй Сейчас И Кстати Аркаша Ж Об Этому Рассказывал Написал Мне Это Самое Главное Он Ведь Это Его Состояние То Что Он Играет Он Переходит Вот Куда Это Здесь Не У Всех Поэтому Так Нравится То Что Он Играет Это Что Родственные Медитации В таком Сосредоточении Здесь Еще Вот Сейчас Это И Труба Читается Сладко И Нестандартный Кадр И Все Еще Остальное Подход Можно Дальше По символам Прямоугольничек Круглые Но Это Уже Это Совсем Глубинная Психология Незрач Посмотрите Потом Нажми Пожалуйста Скрепок Этот же Концерт Вот Он Пример Так Называем General Video То Что Может Работать В Доставочной Фотографии В принципе На этом месте Мог Быть Кто Угодно Другой Но Кадр И Это Шестер Белая Церковь И Это Конец Финал Концерта Это Бис Когда Они Включили Свет У меня Изначально Это В кадр Когда Только Сцена Выхвачена Все Остальное Только Поскольку Сейчас Видны Окна Также Мне Кто-то Рекомендует Вот Так Вот Отрезать На самом Деле Вот По Этим Потому Что Здесь Круг А Здесь Вертикальный Исход Пока Не знаю Это Еще Надо Перенарезать И Что Мне Печально Вот Это Вадим Неселовский Тоже История Больше Чем Одна Фотография Они Феноменально Нашли Один Из любимейших Концертов Моих Это Их По-моему Три Года Назад Когда Они Были В Консерватории Чарли Хейден Макфеллен Прочие Великие Не Сошлись Для Меня Так Вместе Как Этим Двое Вроде Ничего Сложного Не И Ниски Генеральный Композитор И Пианист Насколько Тоже Показатель Артиста Шел Клопер Может Отойти На Не Комплексов Совершенно Попробуйте Тем более В Ниски Трудин В изображении Он Конечно Красиво Разлетаются Волосы Не Есть Эти Кадры Но Они Не Выставочные Здесь По сути Играет Это Не Насколько Это Индивидуально Как Наверное Предыдущие Кадры Но С другой стороны Задачи Выполнены General View Если Выполнены Жми Скрип Из Недомних Кадров Концерт Проект Международный Джазовый Абонемент Это Основный Случай Удачи Как Это Вызвучит Элио Абрес Элио Два Бразильца Понимаете Два Бразильца И они Бразильскую Уже не нужно Но Ему Наверное Затачи Это Же Прелесть И Вот Оказался Я На Эти Мои Круги Он Больше Так По-моему И не Делал Но Я Оказался Здесь И оказался В этот Момент Размытый Передний План В принципе Тоже Многоплановость Композиции Кроме Того Что Это Передает Ощущение Пространства Многоплановость Это Еще Наличие Нескольких Смыслов Их правда Попробуй Поним Если Есть Чем Движения Кублы Которые Двумя Даже Это Лысина Которая Чем Найдите Еще Какие Нескольные Люблю И конечно Я снимаю В равах Совершенно Технически В равах Потому Что Я могу Здесь Не так Видно Но Здесь Видны Ноты Я могу Проработать Детали В цветах Я могу Подзем Детали Когда У меня Повез Первая Полноматочная Камера А не просто Полноматочная Пять Дерман Ну Вообще Серью Кроме Первых Сказали Сняты Феном И компания Феном Найдет Какие-то Дорительные Бонусы Технику Я Завидую Все Начинающие Потому Что Та Камера Которая Купила Девять Лет Назад За Полторы Тысячи Доллар Ее Давно Нет Сейчас Можно Купить Камеру Формально В этом Классе На Которая Технически На Три Порядка Выше За 600 То есть Я завидую Те Кто Начинает Сейчас Вы За Смешные Деньги Можете Получить Из-за Медератив Но Приходит Третий Большой Правильной Матриц И Автофокус Сейчас Из-за Работы Я По-хорошему Завидую Потому Что Тоже Если Попал Фокус Это Большое Счастье Первый Раз Когда Я Этой Большой Камерой Случайно Попавший На Портретную Фэйшн Съемку В 6 утра Должно Законить Из-за Мой Друг Правильный Студищик Ходил С отражателями Подсвечивая Ничего Этого Не Дел Тех Барыш Несли Кадров Сдел Своим Проще Объективом Открыл Стал Поднимать Детали Шумов Нет Все Читается И свет Более Естественный Чем Более Отражатель Горючие Слезы Счастье И так Борода И регулярно Еще Когда я Обрабатываю Какие-нибудь Фотографии Из концерта А тут же Никакой автомат Свет правильно Не пометит С одной стороны С другой стороны То есть Это всегда Вмучную Ты все равно Ошибешься Так или иначе Потому что Здесь белые Абсолютно черные Это будет пролет Но то Что тебе позволяет Эта новая техника Гулять туда-обратно И опять же Низкие шумы Вот оно Счастье Мы за ваши деньги Если вы сможете Найти работу Которую На эту технику Тас Но если вы найдете Такую работу Не факт Что вы сможете Ходить на далекое Количество Концерта Игорь Еще один человек Которых я до сих пор Так и не понял Маркус Миллер Я на его концертах Был трижды Из четырех раз Которые он был В Украине Я не знаю Насколько это удачный кадр Он не типичный Для меня Собственно все Там еще два кадра Которые тоже О том Насколько Я куда-то Начинаю заходить Я не уверен Что я там правильно Иду У меня есть Все вот эти кадры С бас-гитарой Которые там Все тиражировали Правильные Веселые С вот этим вот Лицом Либо хривляющимся Либо находенным У меня есть кадры С бас-планетой Я дождался Момента Биса Биса И для меня И тоже Тот, кто знает Маркуса Миллера Его можно опознать По Шляпе По вот этому Носу Ну и я сейчас там Хотя Он темнее Здесь эта яркость Несколько выше Вообще это темнее Вот это вот Контур играет Но это он Вот для меня Это вот Это его уже Я его узнаю Насколько его узнают Другие Я не знаю Но это уже Подход к индивидуальному Передаче индивидуально Ведь мы не песни Там гитарист Или любой другой музыкант А именно он То, что в принципе Характеризует джаб Джаб очень индивидуальный Если играет Академическая музыка Беть я не могу Отличить Какой оркестр Играет наш Или американский Специалисты дирижеров Отличают Они отличат Сиренко Атруненко Как они это делают Есть Вот Джаз очень прост Любитый Но джаз индивидуальный Игр Спейс Браво Это джаза вообще Никакого Я не буду рассказывать Уже о том Как я попал На этот концерт Вы хотите Я отдельно История была Круче Чем в госпорян Я единственный Там был Кто снимал концерт Но это история О том Что если Коган сформулировал Много лет назад Если вы хотите Попасть на концерт Вы попадете Скорее всего Если вы не будете Пытаться Я не просто пытался Я методично И без истерики Это делал Я был единственный Нормальный фотограф И была куча Обиженных Которые Почему-то Не попали У меня есть Горн Брэвич На который Я просто Я давно У него не был Может я Что-то не понимаю Может я и сейчас Что-то не понимаю И после того У меня есть Он Вот Классический С его Блестящей гитарой Вот так вот Размахивающий пальцы Вертикальный Горизонтальный Забарванул Это все есть Это то, что есть у всех Он типичен Он правильный Правильный Ну такой есть у всех Ну конечно Меня еще задержали В зале Танцующие люди Вот Конечно Суперная женщина И я дождался Виза Официально Можно было Снимать первые Подснялся Спаковался Потом Тихонько Там выглядывая Главное Я понимаю Что мы мешаем Зрителям Это правда Главная причина По которой Она спросит Ну Снимайте Первые Две Три И не больше Чтобы мы не мешали То есть я никому Не мешаю А потом Это же в конце Город Вас поболевезуют Я ведь Несу Культуру массы Единственные То есть я же не только До себя это делаю Ну и правда Масса замечательных Музыкантов Особенно наших Которые Вот они здесь есть И как-то надо Другим сказать О том Что они есть Некоторые Узнают Приходят Потом Потом я помню Времена Когда не было ничего И ходить не на кого Было Ни на наших Ни на чужих Что-то сделал Вернее Еще не закончил Это Финал Это там Какой-то бис Бис А третий бис Или что Отыграли Оттанцевали Это момент Его человеческого Какого-то музыкантского Артистического Счастья Это по-моему То, что тоже Очень индивидуально Для него Не очень правильно Вот этого там нет Плеча Здесь пустое Черное Если ставить его Одного Мне вечно сплошно Мне нужен Вот этот музыкант На заднем И снова Почему На любое количество Фотографов И художников После всех них Еще нужен мне Это сволочь Психоаналитик Человек Ооо Понятно От чего Идем Депрессия Это когда Человек на темном фоне Драма Вот он Драматический Ход Парад эмоций Дальше По идее Должно вступить Разрешение Мне интересно Что наступит Потом И когда И все равно Всем спасибо Стоп Продолжение следует